Бывают такие замыслы, которые сопровождают человека в течение многих-многих лет. Но вот меня посетил такой замысел. Это было в 80-м году, в 81-м. Мы начали работу над этим сценарием с Павлом Константиновичем Финном. Он тогда был, собственно, автор сценария, а я молодой режиссер, который предложил ему какие-то вещи, которые мне казались важны для этой работы. Так возник первый вариант сценария, который был, честно говоря, очень далек от того, что сегодня есть в картине, но уже была атмосфера эпохи, были удивительные эти диалоги, стилизованные Павлом Константиновичем Финном, замечательным нашим драматургом, которые мне очень нравились. В чем-то они напоминали Платону, а в чем-то другую литературу того времени. Но как бы ни было, вне зависимости от всего этого, Госкино, начальник, уже забыл, как его звали, в общем, он закрыл этот сценарий, чего и следовало ожидать. Вот, был 82-й год. Ну, казалось бы, все забыто. Прошло много времени, как пишет роман, обтекли годы. Вот, и где-то уже в 2000-каком-то году я снова решил обратиться к этому замыслу, но несколько иначе. У меня уже возникли определенные концепции, как надо это делать. Результатом этого явился сценарий под названием «Воспоминания о Плотникове Игнатии», и он был опубликован в «Искусство кино» в 2003 году, по-моему, да. Но какие-то сомнения у меня еще оставались. Вот внутренние я как-то тянул с окончательным решением запускаться с этим проектом или нет. Но тут возникли «Гадкие лебеди» по Стругацкому, и как-то вопрос решился сам собой. Опять отложилось. Это я просто обращаю ваше внимание на то, что уже прошло к тому времени 20 лет, а вот к 2013 году 30 лет. Возник окончательный вариант сценария, когда соединилась линия актера, о которой я много-много лет думал. Линия судьбы, линия страны, философия – все это соединилось, стилистика эта. И возник сценарий «Роль», по которому был сделан фильм. Каждый раз, возвращаясь к этому замыслу, что-то обреталось новое, какая-то грань открывалась. И лишний раз я понимал, сколько многогранность присутствует в этом материале. И для того, чтобы ее существить, надо было, наверное, многое продумать, многое понять. Очень рад дальше тому, что подарила судьба, это сотрудничество с замечательными партнерами, актерами, прежде всего Сухановым Максимом, который я высоко ставлю, чрезвычайно. Оператором Дмитрием Масом, художником Жуковой Еленой, ну и многими другими, я сейчас не буду перечислять. История рассказана о человеке, актере Серебряного века, вообще само мировоззрение Серебряного века. Это удивительное время, когда каждый себя считал в чем-то гениальным или стремился таким быть. Это весело в воздухе, это аура времени. Почему вдруг интересно сегодня? Дело в том, что это некий уникальный опыт, художественный, прежде всего в творчестве, потому что понимание творчества как судьбы, и я бы даже сказал, такая жертвенность, когда человек приносит свою судьбу в жертву выбранному искусству, роли. Но это вечная тема, она всегда возникает у человечества, и по-разному, правда, решается. Но в данном случае время было особенное, очень кровавое, как бы разверзлась такая бездна под эту удивительную культуру Серебряного века, которая у меня всегда ассоциировалась с какими-то бабочками очень красивыми, которые так порхали, изысканно поэтически все эти направления в поэзии, в литературе. Они все были с ароматом такой очень изысканной, утонченной культуры, которая обычно возникает перед тем, как разверзается бездна. И вот бездна разверзлась. Она называлась революция, она называлась гражданская война, была много крови, много огня, много жертв. И вот под этим ужасом над ним, вернее, остались эти бабочки с опалеными крыльями. Так бы я сказал поэтически, но мне кажется, это правильно. Вот, собственно, сущность этого времени, что меня так привлекало. Как бы наша жизнь наполняется вот непрожитым тем временем. Она добавляется к нам, и от этого мы становимся богаче. Если говорить вообще о современном кино, живо ли оно или не живо, нет, оно живое, оно будет всегда живо, степень этой живости только может быть разная. Но меня всегда пугают мысли какой-то судьбы, такой предопределенности. Почему-то у нас тут в России как бы государство и все структуры официальные берут на себя печальную функцию душить. А художники берут на себя такую всегда благородную функцию выживать. И вот с разной пропорцией, под разным предлогом, то идеология, то финансы, то что. Но почему-то вот это противостояние остается в той или иной степени. Спасибо всем, кто будет смотреть этот фильм, за внимание к нашему творчеству, моему и моих коллег. И надеемся, что это будет интересный художественный опыт.